День матери. Международный праздник в честь всех мам. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В преддверии праздника в городе прошло множество мероприятий. Ключевое в субботу в торговом центре Кумертау, ставшее уже традиционным под названием «Мамин городок». Папы-дети могли попробовать себя в каждой профессии. Мастерству строителя, швеи, доктора, воспитателя, ученого мог обучиться любой желающий. Наш детский садик совместно с гимназией номер один разыгрывает площадку «Воспитатель-учитель». То есть это дошкольное образовательное учреждение и гимназия. Показывает цикл воспитания ребенка, начиная с детского сада и гимназии. Сегодня мы нашим коллективом выехали сюда, естественно, для того, чтобы показать мастер-класс с расходным материалом, чтобы деткам, наверное, тут показать, как делаются небольшие поделки. Но мы сегодня рекламируем профессию учителя, поэтому сегодня детки, которые к нам подойдут, узнают, кто такой учитель, для чего он нужен. И какая-то самая замечательная профессия. Для детей младшего школьного возраста у нас есть свои задания, для детей постарше – свои задания. Каждый ребенок сегодня уйдет у нас с дневником. Конечно, не настоящий школьный дневник, но по-своему символичный. Там также есть название предмета, оценка и роспись учителя. На следующей станции внимание было приковано к работе органов внутренних дел. Здесь все по-настоящему. Снятие отпечатков пальцев, составление фоторобота, а также дети смогли облачиться в форму ОМОНа. По словам организаторов площадки, с такими сложностями некоторые дети справляются хорошо. Несмотря на то, что на умение составлять фоторобот уходит большое количество времени. Просто надо тонкости знать, и там составляются. Но у нас ребята, полицейский класс, нам помогают наши школы. Они обучены этой программой, у них есть специальный спецкурс. То есть все, что здесь представлено, в принципе, для них не новое, они все это знают. Поэтому они могут детям подсказать, с чего начать. Легче с прически, потом с ушей, глаз, подбородок. Поэтому, ну да, не просто. Вот, например, мой фоторобот не смогли составить. Ну, а некоторые получаются очень даже близко к оригиналу, так скажем. Здесь же работала площадка для юных водителей. По окончанию курса дети получали права, которыми в будущем смогут воспользоваться. Небольшие такие права мы сделали детям. Это говорит о том, что дети уже какой-то урок уже освоили об этом. А так вот примерно не выглядит. И что они могут с этим правом делать? Могут, пока не менее, в парке кататься свободно, спокойно. Мероприятие «Мамин городок» стал для города традиционным. И уже второй год подряд проходит в торговом центре Кумертау. Это не случайно. Ведь именно здесь мамы смогли не только развлечь своего ребенка, но и сами отдохнуть. Для этого работала игровая площадка. Дорогие ребята, а также и родители, у нас сегодня есть еще такая вот замечательная вещь, как боди-арт. Пожалуйста, те, кто хочет сегодня быть яркими, разноцветными, подходим. Мероприятие посетила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она побывала на всех площадках, пообщалась с организаторами и детьми. По ее словам, праздник в городе удался. Я думаю, что сегодня у нас состоялось мероприятие, и цели достигнуты. Я очень благодарна всем учреждениям, во-первых, образовательным нашим учреждениям, всем предприятиям, всем учреждениям социальной сферы, социальной защиты, что они смогли организовать и сделать очень интересные площадки для детей раннего дошкольного возраста, чтобы увлечь их в мир профессий. Придумки замечательные, каждая площадка уникальна в своем роде. Каждый придумал, как увлечь ребенка, что показать в этой профессии, и практически, как ее попробовать руками. Я думаю, что этот опыт обязательно продолжится. Мероприятие «Мамин городок», приуроченное к празднику День матери, посетило более двух тысяч граждан. И можно с уверенностью сказать, что данный праздник для города с каждым годом становится более значимым. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС. Говорят, смех продлевает жизнь человеку. А кто способен размешить и подарить улыбку любому человеку? Как вариант – КВНчики. В пятницу 25 ноября в городе прошел фестиваль клуба веселых и находчивых. Кто принимал участие, удалось ли командам рассмешить зрителя, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Ежегодно дворец угольщиков принимает фестиваль КВН на кубок главы администрации городского округа город Кумертау. Этот год не стал исключением. Сегодня будут участвовать три команды. А пока зрители занимают свои места, мы отправимся за кулисы, понаблюдаем за настроением и готовностью ребят рассмешить зал своим искрометным юмором. Настроение? Отличное перед выступлением. Что сегодня готов показать? Трэш. Ну а поподробнее? Сегодня все, что мы готовы показать, мы покажем вот-вот-вот. Своё настроение перед игрой. Потрясающе. На что мы сегодня настроены? На позитив. Да. Помочь своей команде, КПК. Мы полностью готовы, мы настроены уверенно, решительно. У нас всё отрепетит, но всё готово. Единственное, что есть, конечно, волнение, но как же без этого? Оно придаёт такой стимул, чтобы работать, делать лучше. Ну и, конечно, соперники сегодня хорошие. У нас будет по ГОСТу. И отдел кадров, не знаю, не помню, как они называются, но главное горный и ОГУ. Мы готовы с ними соревноваться. Александр, скажите свое настроение. Я вот спросил уже у команд, у участников команд. У них настроение боевое. Как у вас? Настроение прям шикарное. Я готов рвать и метать эту публику. Настраивать её только на смех, улыбки, позитив. В общем, сегодня всё пройдёт. Я надеюсь, замечательно. Команды будут веселить не только меня, но и зрителей. И получат максимум от этого вечера. Настрой у всех КВНщиков боевой. Значит, за игру можно было не беспокоиться. И наши ожидания подтвердились. В год российского кино тема игры посвящена всем аспектам кинематографа. На сцене Дуслыка в творческом поединке встретились команды по ГОСТу. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета. КПК КПК Кумертауский педагогический университет. И кадры Горный колледж. С первой шутки КВНщики заставили зал громко смеяться. Фестиваль начался с традиционного для КВНа конкурса приветствия. На него командам давалось пять минут. За это время они должны показать всё самое лучшее. Итак, представьте, если бы в Кумертау открыли башкирское каратэ. Итак, Егентлер, первое наше упражнение будет на реакцию. Повторяйте за мной. Батэш! 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 Закончили с Батэш. Ой, Аллах! Переходим к спальнику. У всех была такая ситуация. Девушка решила перейти на здоровое питание, но её парень от этого слегка не в восторге. Я тебя пил? Нет. Может, я тебя внимание мало уделял? Нет. Тогда за что мне это наказание? Ну, Денис, ну там сложные витамины. Мы что в детском саду витамины кушать? Ты никогда не одобрял мои начинания. Я занималась йогой. Я тебя спонсировал. Я делаю манекю. Я фотографировал. Я варила мыло. Я не смеялся. Так, я уже уже к маме. Никуда ехать не надо. Так, ты чем мужа, помнишь? Я чем у тебя. Второй заключительный этап – видеоконкурс. Команды представили нас у зрителям и членам жюри отрезок мультфильма, где за кадром и голосом КВНщики оригинально и смешно озвучивали. Как понимаете, как хотите продакшн представляет? И не пухать, а в рубль поиграем. Как это в рубль поиграем? Ну вот смотри, я буду рублем. Пау. 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 Финя, Финя, с тобой все в порядке? Да все нормально со мной, не беспокойся. Меня еще нахреб. С маслом хватит. Шутка за шуткой, путешествие по союзмультфильму длилось около часа. И как итог обсуждение жюри и присвоение номинации. После долгого обсуждения в номинации лучший антисепрессант стала команда Горного колледжа кадры. Необычное в привычном показала команда КПК. Ну а генератором смеха стала команда Агу по ГОСТу. Победителями в номинации лучшая мужская роль стал Раян Исанбаев, а лучшая женская роль Александра Конева. Юмор в нашей жизни вызывает смех, улыбку и радость. И как мы сегодня убедились, огромную армию КВНского движения готовы пополнить молодые, веселые, находчивые кумертаусцы. В здоровом теле здоровый дух. Спорт укрепляет организм, помогает избавиться от вредных привычек и способствует развитию не только физических, но и моральных качеств. На минувших выходных состоялись городские соревнования по дартсу среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно клубы «Лохимы» проводят на своей базе различные спортивные соревнования. В праздник День Матери для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся чемпионат по дартсу. В общем-то эти соревнования проходят не первый год. Сегодня, конечно, очень радует, что сегодня ребятишек много у нас. Как бы такого не было, а сейчас очень радует. Ребятишек очень много. Соревнования прошли хорошо. Они вот так вот бурно всех это самое приветствуют. В общем-то мы всем довольны, что мы планировали, все произошло. Всего около 20 юношей и девушек приняли участие в соревнованиях. Они состязались отдельно в отдельных категориях. Среди юношей был абсолютный чемпион Артем Турухин. Он занимается уже 10 лет, причем пробует себя в разных видах спорта. Я хожу в Арахиме, занимаюсь. Каждый день я хожу. В 3 часов в Арахиме хожу. Клуб. Там есть лижи, дорожки, плюс сапеты. И занимаюсь. В течение часа спортсмены выявляли лучшего. У кого-то получалось, у кого-то нет. Но борьба была поистине боевой и спортивной. За спортсменов болели их родители, дяди и тети. С каждым броском кто-то поддерживал своего ребенка аплодисментами, а кто-то давал наставление на точный бросок. Самое главное, что поддержка участников соревнований присутствовала на протяжении всего турнира. По окончанию соревнования призеры были награждены дипломами и памятными сувенирами, предоставленными Мау Вымпел. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова